Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить квесты Павел 2. Сегодня отправляемся в Гекко. Будем проходить там квестики. Посмотрим, что из этого выйдет. В любой непонятной ситуации надо перезаряжать оружие, потому что, мало ли, какой гуль додумается на тебя напасть. Сейчас мы будем проходить квест оптимизации электростанции. Мы ее вроде как бы починили, но станция может работать гораздо эффективнее. Для осуществления этого работу электростанции надо оптимизировать, проведя расчеты по изменению параметров. Выполнить это можно только в убежище 8. Сейчас мы дойдем до нашего друга и узнаем, что нет предела совершенства ребят. Когда лучше не враг хорошего. Вот так сделаешь человеку хорошее дело, он садится тебе на шею. Сначала почини электростанцию, потом оптимизируй электростанцию, потом еще что-то и еще. Да, вот говорят о том, что в городе убежище есть компьютер. Если мы вставим туда наш голодиск, мы найдем что-то интересное и поймем, как улучшить эту электростанцию. Самый простой способ для прохождения этого квеста быть гражданином города убежища, коими мы уже являемся. Спокойно пройдем в убежище и там узнаем все подробности этого квеста. Фестус опять говорит о том, что у него мало времени и он не хочет ничем заниматься. Пока фестус. Нам дали диск. И мы отправляемся прямиком в убежище номер восемь, которое располагается в городе убежище. Мы прям очень быстро телепортировались в город убежище. Забежали в убежище номер восемь и спускаемся на третий этаж, где расположен главный компьютер убежища. Вскрывать ящики пока не будем, у нас в принципе не получится. Вот он центральный компьютер. Вставить в компьютер диск с электростанцией в Гека. Все очень просто. Вставляем. Компьютер делает расчеты. Мы на это лишь наблюдаем со стороны, ничего не понимая. Так, оптимизация. Оптимизация завершена. Пожалуйста, выньте диск. Все. То, что нам нужно было сделать в городе убежище, мы сделали. Можно возвращаться обратно. Но по пути мы зайдем еще к одной нашей давней подруге, которой мы помогали найти инструменты и плоскогубцы. Плоскогубцы и гаечный ключ. А все для того, чтобы она нам дала ремнобор. Она нам рассказывает, что после того, как мы дали ей инструменты, прибыло целых пять штук ремноборов. И мы просим ненароком у нее один. Она, естественно, нам соглашается дать нам один ремнобор. Потому что ей пять штук совсем никуда не сдались. Избранный, деревня слабеет. Тебе нужно торопиться, или мы все? Акунин, мы торопимся, как можем. Мы вернулись на электростанцию в Гека. У нас в инвентаре оптимизированный диск. И сейчас что-то будет или не будет, посмотрим. Дяденька, подвиньтесь. Пошел вон. Так, спасибо за доставку данных из города убежища. Я бы, конечно, справился и лучше. Но кроме меня, так, ну кроме меня, так, 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 так. С тобой никто не справится. Конечно, если ты на самом деле хочешь закончить эту дурацкую работу, просто вставь в терминал управления роботом. А терминал управления находится на севере. Обалдеть. Он самостоятельно вообще не может ничего делать. И сходи. Мы принесли ему диск. Он говорит, вставь терминал. Просто перетаскиваем диск в руку и используем ее на терминале. Очень просто. Получаем две тысячи с половиной очков опыта. и новый уровень. Так, я рекомендую очки вкачивать в навык взлом, потому что мы из предыдущей серии помним, что взломать ящики в базе налетчиков нам не удалось. И надо немножко подкачать этот навык, чтобы уметь делать все быстро и красиво. И выходим с электростанции. Теперь отправляемся на локацию помойка. Там много есть тоже чего интересного. Посмотрим все. Так, что мы видим? Мы видим свет. И тьму. Брамины. Разрушенная электростанция. Ничего не понятно. Ну давайте походим, посмотрим, что здесь вообще есть. Привет, замечал когда-нибудь, что каждый брамен обладает своей собственной индивидуальностью? Ничего, вот посмотришь за ними с моей, непременно заметишь. Я пасу браменов и помогаю скитеру в его мастерской. Так, так, механик. Кстати, этот механик может нам дать квест. Да, юморист. Я думаю, ты не против, если мы посмотрим, что у тебя в шкафу. О, мясо и алкоголь. Что может быть вкуснее. Джон Рибой. Так, сейчас Рибой нам расскажет о том, что в городе убежище его, мягко говоря, не любили. И гулия приняли этого человека как своего. Ну почти своего, почти гладкокожей. Однажды я просто не смог больше этого носить. Караван из Броукинг Хиллз подобрал меня и привез сюда. С тех пор я здесь. Бывает. Семья уродов. Да, в гек одна большая семья. Так, посмотрим, что у тебя есть на обмен. Антирадин, монетки, бухлишко. Ничего интересного. Так, главное, плохо не прощаться. Посмотрим, что у тебя есть. Все то же самое, что на обмен ты нам предлагал. Забрали антирадин. Не вы так высокая восприимчивость к радиации. Зачем антирадин ему? Так, здесь тоже непонятно что. Гордон. Гордон из Гека. Я ищу возможности. Я ищу способы получить максимум прибыли. Да, я жадный. Жадность – мощная движущая сила. А какой-то непонятный... Гуль? Здесь надо понимать, что он, по-моему, не в курсе о том, что мы уже оптимизировали электростанцию и даст нам еще один диск о потенциале этой станции. Рассказывает о том, что оптимизация электростанции привела бы к тому, что у них появились бы излишки электроэнергии, а у города убежище, их соседей как раз с этим проблемы. И они могли бы очень тесно сотрудничать в этом вопросе. И дает городу убежище всего 15 лет. Так, ну что, мы говорим, что дадим этот диск маклюру. И он изучит эти данные. Так, кто сможет понять и использовать записанные данные? Хорошо, я возьму диск. Надо понять, что этот квест не отмечается ни в квестах города убежища, ни в квестах гека. Так, посмотрим, что у него. Так, картишки. Здесь тоже ничего интересного. Сырные орешки. Так, а вот наш механик, которого мы ищем. Ух ты, какой замечательный ремнабор. Snap-off. Да, хочешь обменять на топливный бак? И мы выполнили первый квест. Скитера. Отдали ему ремнабор. Теперь он нам дает еще один квест и говорит, что за трехступенчатый плазменный трансформатор может сделать нам что угодно. Фестинг из 300 баксов. Ну, если быть точнее, то бесплатно модернизировать наше оружие одно. У нас как раз в инвентаре лежит один такой предмет. предмет. Он нам рассказывает, где вообще в игре три трехступенчатых вот этих пиговинки. Одну мы украли и две можно еще получить. И, соответственно, на три раза улучшить оружие. Вы принесли скитеру деталь. Отлично. Трехступенчатый плазменный трансформатор передан скитеру и он сейчас будет оптимизировать наше оружие. Так, посмотрим только, что ты можешь сделать. Так, увеличить магазин штурмовой винтовки. Это неинтересно. И присобачить прибор ночного видения. Это, ну, более интересно. его глаза загораются сумасшедшим блеском. Так, ну и мы читаем историю о том, как он чинит это, ну, модернизирует это оружие. И хиканьи, и глухие удары. А вы все сидите и ждете. Ничего себе, я могу проделать это с твоей бушкой за 6 тысяч долларов. Обалдеть. Надо понимать, что в других городах нам могут это сделать практически бесплатно. Например, Юрена. Так, ну что, мы сдали еще два квеста, которые отмечаются в Гека. Это супернабор и трехстампетчатый трансформатор. Быстро и практично. Осмотрим теперь ящики нашего друга. Возможно, здесь есть что-то полезное и интересное. Так, монтировка. Это неинтересно вообще. Пустой стол это вообще грустно. Кувалда непрактично. пусто. Нет, это сейчас нам уже не нужно. Плоскогубцы были актуальны чуть-чуть раньше. Так, книжка. Это интересно. Изучив эту книжку, мы немножко подключаем навык электроники. Это полезно. Опа, уже и утро. Ничего. Так, это тоже отмычки. Это тоже полезно. Радует, что все шкафчики открыты. Залезай, не хочу. Гули вообще какой-то очень мирный народ. Так, отлично. Книга по первой помощи. Ты лучше всех гладкокожих, которых я когда-либо видел. Гека нас уже обожает, ребят. Мы починили электростанцию, и они считают, что мы теперь прям супер-пупер-мега крутые люди. где-то здесь еще есть выход в подземные туннели. Гека надо только вспомнить, где. Кажется, не здесь. собака не хочет никак с нами реагировать. Обидно. Может, через туалет? Нет, в туалете тоже нет ничегошеньки. Обидно. может, здесь. И здесь тоже нет ничего. Ребята, если вы смотрите это видео и еще не подписаны на наш канал, делайте кнопку серой, ставьте палец вверх, пишите комментарий. Мне будет очень приятно видеть активность на этом канале. Такая активность стимулирует дальше делать видео по играм. Что же, будем спускаться. Кажется, мы нашли наш туннель. И здесь обитает мозг. Ну, или здоровый кроток крыс, который умеет говорить. Так, так, так. туманный. Так, 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 так. Ну, народу немного, вот он мозг. Пойдемте поговорим. У всех гулей при обыске есть талисмана. Это какая-то сектор, ребят. вот он сам внизу крестит. Можно чуть подворовать у ребят, я думаю, им это не надо ничего. О! гранаты, патроны, броня. Интересно, гули вообще умеют носить броню, там же сплошная обожженная кожа, обожженная радиация кожи. Монетки, цветочки, это тоже неинтересно все. Стимулятор, это интересно. ну давайте заберем стимулятор. Бухлишко, монетки, мясо, это все, все это фигня. Ну даже дробовик нет смысла забирать. Так, кротокрест нам ничего интересного не говорит. Поэтому мы бежим на выход. Так, и у нас последний квест остался из официальных в гекко. Этот квест по спасению Гуля Вуди Вуди. Сначала мы посмотрим, что так, 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 ничего интересного. Привет, я Перси Крамп, великий купец этого городка. Чем я могу тебе помочь? Ну на самом деле мы можем тебе чем-то помочь. Ну понимаешь, был у меня друг по имени Вуди. Этот Вуди как задрыхнет, его из пушки не добудешься месяцами. Так, 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 я уже говорил в гекко и ответственностях ничего нет. Ты что, 2,2 сложить не можешь? Я боюсь, что Вуди добрался до дыры, решил сдремнуть. Понятное дело, так, так, ну что, я по нему Перси смахивает слезу, а вот ты о чем? Ты хочешь узнать? Так, у меня так, 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 у меня завалялась чертова куча всякого довоенного барахла, ну, мы вообще просто выполняем квесты нам как бы и всякие фиговины не нужна за них. Радыкс и тому подобное, это неинтересно. Так, походим еще, посмотрим, что здесь бывает. Теперь реактор работает, великолепно, спасибо. Пожалуйста. Давайте подойдем к главе города, послушай, может он нам что-нибудь расскажет, или мы ему что-нибудь расскажем. штуку с реактором. Мы все твои вечные должники. Ну, чем же старый скрипучий скелет может быть тебе полезен? Да все, что требуется, чтобы тут все не развалилось. Знаешь, а теперь все уже не так уже плохо. Благодаря тебе реактор разработал, теперь мы знаем, как сделать так, чтобы он работал как новенький. Будь я проклят, если ты не что-то особенное. Все, если бы не ты, то эти чертные одиеты из гордом бежища уже уложили бы всех нас в одну большую братскую могилу. Хороший ты человек, вот что, и многие гладкокожие сделали бы такое для города полного гуляй. Хотя, надо сказать, я бы одного такого был такой гладкокожий. Я бы может вспомнил, если бы не умер. Если честно, не припомнили его имя. Но вот одежка на нем была чудная, вроде той. Вот это поворот. Вот как? Ну, вот такое, что обнесняет. Твоя рожа некое сходство есть. Насколько я припоминаю, конечно, ты в курсе, что твой предок спас нас всех от жуткой гибели. Не делай поспешных выводов, малявка. Когда нибудь это здорово тебя подведет. Всех нас. всех двуногих пройдох на этой чертовой планете. Ну вот, теперь понимаешь, и что было дальше страшно благодарность эти надуки и какие зелёлищ искнали его. А дальше я и сам не знаю. Всегда хотел узнать что мы тебе сейчас расскажем, что было дальше. Ни я не понял. Ну, очень интересно. нам дадут за это опыт. Что? И всё? Мы больше времени потратили на тебя, друг. ты точно подходишь для своей задачи. Знаю, что я предъявил это на чёрный день, но похоже, тебе это нужнее, чем мне. Возьми. чё чё надо, маляпка? Да ничего мне не надо. Он нам сейчас дал три супер стимулятора за рассказ, поэтому можно считать, что это тоже своего рода такой мини квестик. Так, мне по-моему уже ничего не надо. найти вуди для перси. Последний оставшийся квест, вот три супер стимулятора, которые нам дал. О, говорят, ты потомок выходца из убежища, знаешь, я встречал его однажды. Ну вот, так начинается история дружбы избранного и гуля. Этот гуль врач, врачеватель, поэтому может что-то полезное с него и выйдет. если бы только я ходил с напарниками. Так, 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 я был, был величайший шанс. Леня рассказывает о том, что когда-то он встретил нашего предка, как он там бегал и упустил возможность присоединиться к нашему предку. И теперь жалеет об этом. Немножко рассказывает историю про выходца из убежища. Я пойду по стопам своего предка. Хочешь получить второй шанс? Ты пойдешь со мной? Твои навыки врача будут весьма кстати. Все, мы получили нового напарника. Но по традиции подожди здесь, пока я не вернусь. Нет, стоп, подожди, надо посмотреть, что у него в инвентаре. В инвентаре у него всего ничего, ничего, поэтому жди здесь. Когда нибудь может быть. Но это не точно. Полазим по шкафчикам, посмотрим, что есть. Есть опять ничего. И все еще ничего. Бомжи какие-то, блин. Вот так к ним приходи в дом. О! Научная книга. науку прокачали. Супер. Так, теперь мы отправляемся в дыру, чтобы завершить квест по спасению Вуди. И также у нас есть один квест в виде долга по ремонту автомобиля. Необходимую запчасть мы уже забрали здесь. Зайдем сначала в город убежище и возьмем батареи для нашего автомобиля. Посмотрим что есть у торговца может что-то полезное патрончики монетки но это все как бы ни о чем. поэтому до свидания торговец смотрим нашу нычку забираем батареи все все теперь можно отправляться со спокойной совестью в дыру завершать квестер сразу два квеста убьем одним махом это очень очень приятно все это находится в западной стороне и идем к автомеханику так нет мы начнем наверное с квеста побудет сразу вспомнилась эта мумия какого сорта тайны так история про призрака она уже не актуальна потому что мы призрака спасли еще очень очень давно когда проходили все квесты в игре в описании эта мумия сильно смахивает на гуля так нам приоткрывает крышку саркофага и так минуточку не какая это не мумия это ж гуль вуди эй вуди это ты дьявол вашу мать ты правда вуди беги вуди беги отсюда то есть ну хромай отсюда давай вуди давай беги так так никакая не мумия сон встает хватается за края саркофага из папье маше тут таких не существует так назовути нам далее тысячу очков опыта у у заначков ничего нет ничего нет все еще ничего нет у ребят тоже как-то глухо давайте чинить автомобиль вы видите нарка нарка так забираем топливный контроллер кузнец кузнечик чем тебе помочь так сначала из гека тут старый топливный контроллер он нам говорит что в принципе как бы этого контролера будет достаточно чтобы завести машинку и за 2000 он отдает мне машину ну плюс еще ремонтирует ее why not у нас почти 10000 монет минус 2 но у нас есть еще одна деталь топливный регулятор с ним тачка меньше топлива будет жрать еще 750 монет то есть почти за 3000 монет мы получили машинку так денежки все деньги ушли убираем оружие чтобы быстрее открывать закрывать ящики где деньги друг какого фига ну ладно 3000 монет 2750 не жалко главное что здесь есть это багаж ребята мы сюда скидываем все барахлишко твоя вот так подходит к концу задания по городу гека мы дополнительно закрыли последний квест в дыре и потихонечку отправляемся в другой город это будет рейтинг квесты по рейтингу вы можете увидеть следующей серии чтобы не пропустить ее подписывайтесь на канал ставьте колокольчик а этому видео поставьте палец вверх поклончем вверх вверх а вверх 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 Продолжение следует...